Друзья, я с огромной радостью сейчас вам покажу, прежде чем начать разговор об очередном нашем эко-средстве, я с огромной радостью вам покажу новинки, которые вот в Барнаул на днях подошли и буквально уже на следующей неделе поступят в многие регионы. Ну, во-первых, зубная паста вот такая с веленым чаем и женщинем санчи. Я вот так вот сделаю, чтобы вам было видно. Значит, зубная паста поступила в продажу уже в Барнауле и, может быть, даже подъезжает или подъехала или на подъезде, сам в Новосибирске находится. Значит, вкусненькая, мятненькая, мятая, калипт по текстуре вот такая плотная белая, то есть это не гель, это именно паста. При этом паста содержит щадящую очищающую формулу. Что такое щадящая очищающая формула? Это использование в качестве абразива. Вы знаете, что основное вещество, которое очищает зубы в любой зубной пасте, это абразив. Весь вопрос в том, какой это абразив. Вот если это абразив качественный, дорогой абразив последнего поколения, как здесь гидротированный кремний, то, значит, такой пастой вы можете зубы чистить каждый день без вреда для эмали. То есть это качественное, но щадящее очищение эмали зубной, да? А для того, чтобы качественно очищать не только зубы, но и всю полость... Затмения сегодня нет. Вы знаете, у нас за окном ясная погода, метели тоже нет. Звука нет. Какой ужас! Ирина не видно, пишет Галина. Это плохо, когда не видно Ирину. Я тут еще пасту показываю новинки. Галина, вам теперь видно меня? И всем остальным, пожалуйста, если видно, пришлите плюсики, да, чтобы я понимала. Не знаю, на каком моменте мы остановились, поэтому на всякий случай повторюсь, что вот паста зубная у нас имеет вот такую вот белую густую консистенцию, что эта паста содержит щадящую очищающую формулу, очищающий компонент гидротированный кремний, один из самых современных и самых эффективных и при этом самых щадящих абразивов. Также эта зубная паста содержит особую разновидность женьшеня, женьшень санчи. Почему здесь в зубной пасте именно женьшень санчи? Да потому что этот вид женьшеня, его экстракт улучшает здоровье наших десен посредством улучшения микроциркуляции в тканях десен и всех обменных процессов. А если у кого-то небольшие проблемки с деснами уже есть, есть такое явление, как кровоточивость десен, то вот этот экстракт женьшеня санчи направлен на то, чтобы еще и останавливать вот эти кровотечения. Женьшень санчи на Востоке в китайской традиционной медицине издревле используют как кровоостанавливающее средство. Чем еще хороша эта зубная паста и почему еще ее можно использовать ежедневно? Она не вызывает привыкания, потому что содержит, вы, наверное, сейчас удивились, что вообще такое привыкание, да? Объясняю. Некоторые зубные пасты антибактериальные, да, они содержат такие компоненты антибактериальные, как хлоргексидин или триклозан, да? Сами по себе компоненты неплохие, с бактериями борются действительно на ура, но вот в чем проблема. При длительном использовании, при достаточно длительном ежедневном использовании, эти хлоргексидин и триклозан, они могут нарушить состояние микрофлоры в вашей полости рта. Почему? Потому что они убивают не только плохие бактерии, но и хорошие тоже. А нарушение микрофлоры, что это? Ну, самое банальное проявление нарушения микрофлоры – это стоматит, да? Вот, поэтому пасты с триклозаном и хлоргексидином не рекомендуют для постоянного регулярного использования, да, разово, курсами профилактическими. Эта зубная паста содержит натуральные антибактериальные компоненты экстракта зеленого чая, поэтому она бактерии уничтожает прекрасно, а в кариесе защищает замечательно. И еще и за здоровьем десен, да, наших следить помогает. И в комплексе с зубной нашей щеткой это просто спасение. Вы знаете, что у нас в ассортименте есть еще одна очень, даже не одна, а две очень хороших зубных пасты, которые тоже поддерживают здоровье десен. Проденталь – одна из них, которая содержит пептиды, пептиды с фактором роста, не зубов, конечно, а фибробластов. Что такое фибробласты? Это такие клетки, которые вырабатывают основу соединительной ткани. Соединительная ткань, да, например, коллаген, эластин – это тоже соединительная ткань, это то, из чего состоят, собственно, наши десны. То есть зубная паста Проденталь, она поможет в тех случаях, когда есть уже серьезные проблемы со здоровьем десен, да. Вот эта зубная паста профилактическая, она поможет этих проблем избежать, избежать их появления, ну, или устранить какие-то небольшие проблемки, если они уже имеются, да. В Барнауле уже в продаже по цене, по цене я вам скажу, что стоит в каталоге она чуть более 300 рублей, да. Но она вот такая вот многофункциональная, она комплексно ухаживает за полостью рта. Что еще? Еще у нас подошел долгожданный бустер, да, тоник-бустер с муцином улитки. Приходит он вот в такой коробочке, достаем его, я вам показываю, что... ...так приятно его держать в руках, что-то такое, знаете, весомое, он такой довольно-таки тяжелый, нехлюпенький какой-нибудь. И вот что характерно, да, если кто-то еще, может быть, не слышал, я с зубной пастой тут уже измазываюсь, хочу вам показать на другой руке, как выглядит этот тоник. Вот, если его вылить, вот так выдавить, он, видите, он даже капает не очень быстро, да, не вытекает быстро. Почему? Потому что он обладает особой такой обволакивающей, густоватой текстурой, консистенцией. У него, он не тянется, конечно, как наши кремы, да, там сильно-сильно они тянутся, но за счет того, что здесь содержится большое количество муцина и других активных компонентов, он отличается от обычных тоников. Очень сильно отличается, потому что в чем заключается функция большинства тонизирующих средств, просто тоников, да? Они, как правило, завершают процесс очищения кожи лица после умывания. Они, во-первых, удаляют остатки косметических средств, которые не удалось смыть до конца, остатки самого очищающего средства удаляют все обычные тоники. Ну и они, конечно же, удаляют остатки воды жесткой. Мы же не все минеральной водой умываемся, да, мы многие умываемся водой водопроводной, которая бежит из крана и которая, как правило, содержит много всего лишнего. И вот чтобы все эти соли жесткости и другие разные бяки не оставались у нас на лице и не мешали работе последующих нанесенных косметических средств, кремов, гелий, да, мы должны использовать тоник. То есть тоник, обычный даже тоник, улучшает эффективность работы крема до 30%. То есть за счет того, что он, во-первых, убрал все лишнее, во-вторых, поры закрыл, да, закрыл поры и крем не попадает в поры, а попадает туда, куда нужно, до 30%. Таким образом мы подсчитывали уже с вами, да, что отказываясь от этапа тонизирования, девушка выбрасывает на ветер примерно там 2-3 баночки своего крема, да, а могла бы на 30% повысить эффективность, используя тоник, то есть 2-3 баночки крема сохранить. Так вот, тоник с муцином улитки, помимо того, что он завершает процесс очищения, как и все другие обычные тоники, он еще и выполняет часть работы за крем, мы поэтому его и называем бустер. Это такая отдельная, особая, новая категория косметических средств. На азиатском рынке появилась такая категория впервые, и вот теперь пришла и к нам, дошла и до нас тоник, бустер, от английского слова boost, улучшать, повышать эффективность. Тоник и в то же время немножечко крем. Он не только очищает кожу, завершая процесс очищения, он ее еще и прекрасно увлажняет, питает, настраивает на обновление, потому что содержит муцин и другие компоненты, увлажняющие компоненты, питающие компоненты. Стоит этот тоник-бустер столько же, сколько у нас стоит комплект кремов, ну, пакетики, да, кремов для глаз, для кожи вокруг глаз и для лица, 1192 рубля, по-моему, по цене каталога. Это классная штука, я долго ее ждала, вот, наконец-то дождалась, всем рекомендую. В летнюю жару, в летний зной, а в некоторых регионах, если у нас здесь есть на связи Краснодарский край, да, юг России, вот на юге России уже начинается жара, уже переход к высоким температурам произошел вот там. Такое средство уже сейчас в жару для кожи, особенно жирного типа, может заменить вполне даже крем. То есть, летом, когда жарко, когда высокие температуры, когда лицо потеет, можно дополнительно после этого тоника не наносить даже крем, он будет прекрасно кожу увлажнять. А вот я у вас тут говорю-говорю, уже заговорилась, захотела пить и попью я вот из такого стакана замечательного, видите, вот у нас стакан. Они тоже подошли уже в Новосибирск, я думаю, что, да, подошли и в Барнауле уже они есть. Вот их два у нас. Один оформлен как популярный наш напиток, вы знаете его, чай нони, да, а другой оформлен вот так, как серия у нас оформлена, да, Рышамбала, серия пито-чаёв, да. Сейчас я попью. Открывается он вот так вот легко, одним пальцем, по щелчку. Пересохну уже во вту, поэтому далеко его носить не буду. Чем хорош этот стакан? Этот стакан меня тут отвлекает, маленько пойдем. Я с паузами начинаю рассказывать. Этот стакан, во-первых, сохраняет в течение какого-то времени температуру в ваших напитках. У меня холодное дольше будет летом, это сейчас актуально, да, оставаться холодным, а горячие напитки дольше будут оставаться горячими. Почему? Потому что стакан герметичный. Здесь вот такая герметичная плотная крюшечка, плюс корпус, двойная стенка корпуса и верхняя его часть, она не пропускает тепло. И когда вы даете сюда даже кипяток, вы руки не обожжете. Плюс еще, в чем его преимущество? Вы знаете, почему нельзя пить из обычных пластиковых стаканчиков? Вообще, почему из пластиковой посуды, как правило, не рекомендуют пить горячие напитки? Потому что при контакте с горячей водой пластик выделяет вредное вещество, которое называется бисфенол-А. Это очень вредное токсичное вещество. Так вот, наши стаканы сделаны из безопасного пластика. Из пластика, из которого делают детские бутылочки. А вы знаете, что детское, оно мега-безопасное, да? И этот стакан не выделяет вот этих вредных токсичных веществ в ваши напитки. В чем еще преимущество этих стаканчиков? Они легко помещаются в любой автомобильный подстаканник. И вы можете утром налить кофе горячий, да? И пока едете в пробках на работу, этот напиток у вас стоит в машине в подстаканнике и не остывает. Это стаканы вообще замечательные. Они помогают держать любимый напиток всегда при себе, какая бы температура ни стояла на дворе. Даже на пляж можно налить сюда холодного напитка, да? И он долго будет сохранять температуру. Ну, ожидайте, что я вам могу сказать. Может быть, кто-то уже приобрел. Молодцы, я вам завидую. Ну, точнее, я не завидую, я-то тоже уже приобрела. Вот те, в чьи регионы еще эти стаканчики не поступили, те, наверное, вам сейчас все завидуют. Все 300 человек, которые сейчас здесь есть на связи. Что еще? Еще у нас уже пришел вот такой вот крем для рук с экстрактом нашего легендарного фрукта тропического нони. Он так и называется тропический нони. Это элит крем для рук. Почему элит? Ну, он и стоит, к слову сказать, за 200 рублей по цене каталога, да? Это для крема достаточно весомая цена, для крема для рук, да? Но этот крем, он того стоит, потому что вы сами понимаете, как ценится фрукт нони, как ценится, вы знаете, у нас есть чай нони, да? Как ценится его экстракт и как ценятся его полезные свойства. Он будет кожу не только питать, увлажнять хорошо этот крем, но и защищать от свободных радикалов, от преждевременного старения. Крем, текстуру его тоже покажу вам сейчас. Он вот такой, вы знаете, беленький, питательный, но в то же время достаточно такой, знаете, ну я не назову его жидким, но по коже распределяется. Он очень легко, прям так по ней скользит. Нет такого ощущения, знаете, плотного жира, вот как бывают многие защитные кремы, да? Здесь такого нет, очень такая комфортная, легкая текстура, но в то же время мгновенно кожу она напитывает, кожа становится гладенькой. А если, например, кожа была стянутой, если вы стираете или до сих пор еще делаете уборку не с нашими экологичными средствами, с какими-то там бяками, да? И делаете это без перчаток, то вот после этой уборки понимаете, какие ощущения, и вот все эти ощущения такой крем он вмиг устранит. Он вернет коже комфортные ощущения. Ну и самая главная новинка, по которой, ради которой мы сегодня здесь собрались, это пола... Что это у меня в руках? Жду ваших ответов в чат, пишите, что это такое у меня в руках. Ну, друзья, что, нет вариантов или меня опять не слышно? Аура, брэш, конечно же, что я вам хочу сказать? Я просто скажу два слова. Они пришли. По крайней мере, в Барнаул и в Новосибирск они уже пришли. И уже прямо сегодня жители этих городов, Барнаула моего любимого, Новосибирска, они могут прийти в дилерские центры, и в сервисные даже, наверное, ну или, по крайней мере, позвонить в сервисные центры, чтобы узнать, привезли им уже или не привезли, да? Прийти в дилерский центр точно и купить там эти средства. Средства у меня здесь для образца просто одно. На самом деле их пришло сразу три, все три средства Аура Фрэш пришли. Для стирки цветного белья, для стирки белого белья и, так называемые мы их привыкли называть кондиционерами, да? И ополаскиватели для белья. Ну а сейчас я расскажу вам о них поподробнее, расскажу, чего от них, собственно, ожидать. Куда бы его на видное место поставить. Ладно, вот здесь потом еще достанем, когда дальше будем говорить. А я, кстати, сегодня же покажу вам, как средство работает, так оно мгновенно удаляет пятна. Так, ну, во-первых, хочу спросить, есть ли сегодня у нас уже более трехсот человек, есть ли сейчас среди нас счастливчики, которым уже посчастливилось попробовать эти средства Аура Фрэш в работе? Напишите мне, пожалуйста, в чат, есть ли таковые есть. Таковые, вот я говорю уже. Вот только одни слезы у людей, не плачьте. Зайдите на наш официальный сайт, и там есть новости, есть объявления, и указаны сроки приблизительные, да, когда, какие регионы, средства поступят. Мне вот пишут, в Новосибирске видели, только видели, да, не пробовали. Ага, в апреле обещали, да, да, в апреле будут у всех. Ага, никто не попробовал, ни одного человечка. Пробовали? Так, ну и какие у вас впечатления? Что стирали? Вопрос. Юрий Колобов задает вопрос, а теперь турмалиновые сферы не нужны будут? Ну, как же не нужны? Ну, нужны, и об этом мы сегодня поговорим, для чего они нужны. Все нужны, и у нас в ассортименте ненужных продуктов вообще нет. Мы просто расширяем сейчас эту линейку таким образом, чтобы для всего были средства, понимаете, чтобы был на любой вкус, да, выбор. Кто-то предпочитает порошки, кому-то уже безумно полюбились эко-сферы, и мы знаем, что для стирки не сильно загрязненных вещей и не для белых вещей эко-сферы прекрасно подходят. Что касается постельного белья, полотенец, вот для этого, для этих целей, для стирки этих вещей, особенно полотенец, я вот рекомендую использовать только эко-сферы. Полотенцам больше ничего не нужно, они прекрасно отстирывают одни эко-сферы полотенца, и полотенца после них такие мягкие, так прекрасно впитывают. Вы знаете, вы не узнаете свои полотенца, попробуйте. Но, ведь кто-то предпочитает, во-первых, белые надо чем-то стирать, да, и вы знаете, у нас есть оксихит, пятна надо чем-то удалять, и у нас для этих целей тоже есть оксихит, и есть пятновыводитель дель-стик, который вообще можно взять с собой куда угодно, да, везде всегда носить. Сделали пятно, вот сейчас я сижу, кремом намазалась, пастой намазалась, завараю себе пиджак, достану из крема на дель-стик, и быстренько пятно застираю, да. То есть, понимаете, для каждой цели свое средство, плюс еще на любителя, я знаю, что большая категория граждан сегодня предпочитает именно жидкие средства для стирки, не случайно, да, все популярные марки сейчас уже выпустили жидкие средства для стирки. Вы знаете, да, в магазин Падите на витрине практически каждая уважающая себя марка выпускает жидкое именно средство для стирки. Это гели, это какие-нибудь гелевые капсулы, да, такая маркетолога-фуловка, платишь за капсулу еще желатиновую, которая, по сути, для стирки ничего не дает. Вот, интересно, капсула Вау-эффект. Вы тут уже пишете про полотенце, про берет-стик, про экосферу, все замечательно. Я только предупреждаю, что если возникнут по ходу какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите эти вопросы тогда, когда я об этом скажу, чтобы я их читала. Потому что одновременно смотреть на вас, рассказывать и читать вопросы я не могу еще, пока не научилась, к сожалению. Вопросы могут так остаться незамеченными. Итак, мы говорим про средства для стирки серии Аура Фрэш. Это средства жидкие. Они действительно жидкие. И это я вам хочу сказать, пусть вас не смущает, они жидкие не потому, что у них низкая концентрация моющих веществ, как многие сейчас уже могли подумать. Да, почему-то у нас такое представление, такой стереотип, что если средство густое, если это гель густой такой, что, не знаю, в нем ложка может стоять, то это значит гель концентрированный, это значит, что он прекрасно очищает. Нет, друзья, консистенция средства, вот если речь идет о средствах для стирки, жидкое оно или густое, гелеобразное, зависит от того, сколько гелеобразующих веществ к нему добавили. В данном случае в виде гелеобразующего вещества выступает карбооксиметилцеллюлоза, ну целлюлоза слово знакомое всем, да, это загуститель тоже, который и в пищевой промышленности, кстати, используют. Ну так вот, но его просто здесь добавлено не очень много. Ну, сделано это специально. Эти средства жидкие, на самом деле жидкие, и вот почему, объясняю. Гелеобразные средства, которые действительно густые, они, для них существуют специальные виды стиральных машин. В Европе такие виды машин стиральных уже есть, да, для жидких гелеобразных моющих средств. У нас пока в России, у всех, как правило, обычные стиральные машины. И что происходит, если вы в обычную стиральную машину добавляете густое гелеобразное моющее средство? Оно у вас просто не успевает стекать в процессе стирки, поступать туда, куда надо. И даже в период полоскания белья эти гелеобразные средства все еще стекают, стекают. Ну, то есть, понимаете, снижается не только эффективность стирки за счет того, что достаточное количество средства не поступает туда, куда ему нужно, а еще и в период полоскания, да, тогда, когда уже белье нужно вымывать, вместе с водой в белье поступает средство для стирки. Понимаете, да, что происходит? Поэтому наши жидкие средства действительно жидкие. Что еще сразу возьмите себе на заметку? Наши средства содержат большой процент натуральных компонентов. В них пары, поверхностно-активные вещества, то есть, собственно, очищающие, моющие вещества на растительной основе. Что происходит со средствами на растительной основе, да? Они, конечно, перемешаны там все внутри, да, в бутылочке, но они могут давать осадок в процессе, вот пока они стоят. Поэтому перед каждым применением возьмите себе на заметку, взбалтывайте бутылочку. Если вы не будете взбалтывать, в принципе, страшного ничего не произойдет, но вы со временем можете заметить, что средство просто внизу загустело, что внизу оно гуще, чем сверху, да, происходит такой осадочек. Это как раз за счет того, что средства содержат натуральное большое количество компонентов на основе растительного сырья. И какие это поверхностно-активные вещества, мы поговорим. Но для начала мы вспомним, а какие поверхностно-активные вещества используются в обычных синтетических стиральных средствах. Это вещества альмонные, созданные на основе нефтехимии, да, нефтехимическая промышленность. Вот здесь нефтехимии нет. Поверхностно-активные вещества в составе, они обозначены как неионогенные. Вот есть анионные, а есть неионогенные. Вот эти поверхностно-активные вещества, неионогенные, они тоже, в свою очередь, подразделяются на разные виды. Это группа так характеризуется, да, химики называют неионогенные. Неионогенные вещества этих средств называются сахарные павы или еще иначе алкин-полигликозиды. Что это такое? Почему гликозиды? Почему сахарные? Потому что они производятся из глюкозной части растений, таких как сахарный тростник, сахарная свекла, кукурузный крахмал. Выделяется глюкозная часть, обрабатывается там со спиртами вместе и посредством долгих реакций вот получается то, что получается. Получаются сахарные павы, которые, во-первых, очень эффективны и отстирывают хорошо вещи уже при низкой температуре, уже от 30 градусов они отстирывают. Во-вторых, они сами по себе обладают антистатическим эффектом, в-третьих, они не вредят, это даже не в-третьих, это, конечно же, в-первых, они не вредят вашей коже, они прекрасно выполаскиваются из ткани, они не раздражают чувствительную кожу, подходят и для ручной стирки, не только для машины, но если вы будете стирать на руках, то ничего страшного не произойдет. Ну и, конечно же, такие средства, такими средствами смело можно стирать детские вещи, да, потому что мы здоровье детей же все пережем. Но, кроме того, почему эти средства входят со всей экосферой, потому что они не вредят экологии, они безопасны для экологии, они полностью практически разлагаются в окружающей среде, в биосфере уже за 28 дней. А когда пройдет чуть больше дней, от них вообще не останется и следа. Итак, если есть вопросы по той части, которую я уже озвучила, я прошу их вас прямо сейчас написать, потому что я тут уже рекламный сервисный центр вижу, у кого что есть, у кого экосферы в продаже, у кого что. Вы, пожалуйста, вопросы по теме, если есть, то пишите, я отвечу. Подскажите, насколько должна быть загружена машина при стирке экосферами? Я вам хочу сказать, что экосферы – это отдельный разговор, мы с вами обязательно в ближайшее время поговорим на одном из вебинаров ближайших о том, как правильно использовать экосферы. Я отвечу на все вопросы, даже на неудобные вопросы, на острые вопросы, на тупые тоже отвечу, на любые вопросы. Но сейчас могу сказать, забегая вперед, что машинка должна быть загружена максимально. А как, да так, чтобы экосферы как можно меньше бились о барабан. Почему, я вам объясню в следующий раз. Средства Аура Фрэш концентрированные, спрашивает меня Олеся из Смоленска. Друзья, определить, насколько концентрированные и концентрированные ли средства, чтобы это сделать, нужно, чтобы в состав этого средства входили анионные поверхностно-активные вещества, анионные технические. Для них уже на сегодняшний день созданы такие нормы, да. Для поверхностно-активных веществ растительного происхождения просто пока таких норм еще не прописано. Но зачем, собственно, нам это знать, если у нас есть дозировка, да, четко прописано. Если сильно загрязненные вещи, то вот столько-то миллилитров на одну стирку, на такое-то количество килограммов белья, да, для ручной стирки дозировка тоже прописана. И мы к этому разговору сегодня вернемся. Можно ли использовать эти средства вместе с экосферами? Не только можно, но и нужно. Для вещей загрязненных, там, где экосферы в одиночку не справятся, добавляете минимальную дозировку вот этого средства, да, от 25 миллилитров она начинается, это самое минимальное, на 5-4 килограммов белья, и прекрасный результат получаете. И оксихид тоже можно добавлять, потому что оксихид у нас как усилитель стирального порошка, любого работает, да, любого стирального средства. Когда есть стойкие пятна, пожалуйста, добавлять можно и оксихид. Я вам говорю, у нас лишнего ничего нет, и если появляются новые средства, то не значит, что старые все уходят в прошлое. Есть еще вопросы. Аллергикам можно, аллергикам и Аквафреш, Аурофреш, Аурофреш называется наше средство. Используйте эти средства, и даже Аура у вас будет чистая, и совесть ваша будет чиста, потому что вы не вредите ни себе, ни экологии. Их не только можно, их даже нужно использовать аллергикам, детям и всем другим обычным людям, которые заботятся о своем здоровье, которым не безразлично их состояние здоровья. Про количество стирок мы с вами еще поговорим. Вопрос по тонику. Задает Людмила, почему не тянется? Почему не тянется тоник? Потому что в формулу в состав специально добавлены вещества, которые меняют консистенцию, чтобы она была комфортной для тоника. Понимаете? Для того, чтобы тоник не тянулся, добавлены специальные вещества, которые определенным образом смешивают его. Да, это же все-таки жидкое средство. Как вот оно будет тянуться? Это уже будет не тоник, согласитесь. Это уже будет какой-то гель. Но за счет того, что здесь высокое содержание активных компонентов и муцина, в том числе, этот тоник, и вы это заметите, он не такой жидкий, как все другие тоники. На какое количество средства рассчитана бутылочка одна, это мы все с вами поговорим. Ну что, едем дальше тогда, да? Итак, следующий слайд. И как раз мы сейчас поговорим с вами про количество стирок. Слайд у меня не слушается. Смотрите, что получается. Средство Аура Фрэш для стирки цветного белья. Оно не содержит вот этих вредных анеонных поверхностно-активных веществ. И оно сохраняет яркость красок на ткани. Средство для белого белья тоже не содержит анеонных пак. Плюс оно не содержит, в отличие от обычных синтетических моющих средств хлора, который тоже очень вреден, и оптических отбеливателей, которые тоже являются химическими напрочь. И, по сути, они окрашивают белье в голубой такой цвет, слегка с голуба. Наш глаз это воспринимает как белоснежную белизну. Но они, если они окрашивают ткань, то они на ней остаются, вы сами это понимаете. Они не выполаскиваются, да. А когда химия не выполаскивается, она контактирует с кожей. Она раздражение на кожу может, особенно у аллергиков, вызывать. Более того, знаете, раздражение кожи, это, пожалуй, самое простое, самое слабое, самое малое, что может сделать самый малый вред химии, да. Самое плохое, что через кожу оно впитывается в кровь, попадает внутрь, накапливается во внутренних органах, да. И потом еще больше аллергий различных у человека, и бронхиальная астма, и все что угодно может появиться. Средство ополаскиватель, которое называется, да. Что оно? Оно, как и все три средства, не содержит анионных поверхностно-активных веществ, другой вредной химии, и не содержит отдушек, как и все три средства. Вот вы откройте эти средства, вы поймете, что отдушек резкого аромата у них нет. И это, я считаю, это просто хорошо, это прекрасно. Почему? Ну, потому что отдушки – это химия. Отдушки часто становятся причиной аллергии. Кроме того, ну, да, отдушки, они просто надоедают, понимаете. Используешь одно средство какое-то, поначалу тебе, может, его аромат нравится, потом проходит время, и аромат приедается. Ну, сегодня у нас, слава богу, есть туалетные воды, парфюмированные воды, да, если мы хотим какой-то аромат под свой образ подобрать, мы сделаем это с помощью туалетной воды или парфюмированной воды, да, зачем нам аромат стирального средства. Вот все три наших стиральных средства не содержат отдушек, они не будут придавать белью какой-то аромат, помимо аромата чистоты, да, естественного аромата свежести. Кто-то спрашивает вот так одним глазом, не противопоказано ли использовать эти средства при сахарном диабете? Нет, не противопоказано. Я думаю, что людям, у которых есть такие проблемы со здоровьем, для этих людей в большей степени важно обращать внимание, да, на то, какие средства они используют, в том числе средства для стирки, они же должны заботиться о своем здоровье, да, и поэтому не только можно, но и нужно. Так, вопрос про мерную ложку в отбеливатель, ну, нет там мерной ложки, вы это знаете, что об этом, я думаю, говорить об этом нечего. Аура фреш для белого. Да, очень хороший вопрос задала Ирина Изонска. Если аура фреш не содержит хлора, не содержит оптических отбеливателей, за счет чего достигается отбеливающий эффект, да, друзья, за счет концентрации. Вы знаете, что для того, чтобы отстирать грязь на белой ткани, нужно постараться сильнее, да, если ткань имеет какой-то окрас, если она темного, яркого какого-то цвета, да, на ней пятна даже могут быть не так заметны. Так вот, за счет концентрации, особой концентрации достигается вот этот вот эффект, за счет этого средство справляется с выведением грязи, с отстирыванием даже белых светлых пятен. Нужно ли сочетать со сферами или стирать без сфер? Можно сочетать со сферами, можно стирать без сфер. И так, и так, как вам угодно. Естественно, что когда вы стираете вместе с экосферами, вы снижаете расход этого средства, его просто нужно меньше. Минимальную дозировку тогда используйте 25 мл. 25 мл, к слову сказать, это вот если вы возьмете колпачок, открутите этот колпачок, увидите, что внутри там есть такая, мы назовем ее юбочка, как бы, да, еще один колпачок, как будто бы встроен. Так вот, вы наливайте до первой грани, до того места, где заканчивается первая крышка, вот эта вот окантовка, да, чтобы вы поняли, о чем я говорю, я вам просто покажу, что у колпачка, ну, назовем ее двойная стенка. Вот там, где первая наружная стенка и юбочка заканчивается, вот там, если вы нальете по эту грань, там и есть 25 мл, то есть самая минимальная дозировка. С Аура Фреш стирать можно начинать уже при 30 градусах, уже при 30 градусах отстирывая. Так, то, что не содержит отдушек, это все поняли, я надеюсь, да? Так, секундочку, не туда перескочила. Про количество стирок мы сейчас поговорим. Друзья, здесь пленки тоже нет на этой крышечке, но здесь есть такая наклейка, которая свидетельствует о том, что крышку никто не вскрывал, потому что если крышка вскрыта, эта наклейка порвется. То есть есть такая защитная, такой защитный штамп, защитная наклеечка. Максимальные температуры, друзья, с этими средствами можно стирать на таких максимально высоких температурах, на каких вы это хотите делать. Ведь нет ограничений по максимальной температуре. О стоимости мы с вами поговорим. Смотрите, если вы используете это средство при минимальной дозировке, 25 мл, вам одного флакона объемом 1000 мл каждый флакон у нас будет достаточно для 40 стирок. В среднем 40 стирок один флакон. Или, если на килограммы вещей переводить, это 200 кг белья. Флакон с ополаскивателем, кондиционером. Там рекомендации по дозировке чуть выше. Это минимум 40 мл на одну стирку. Ну, то есть где-то примерно 2 таких колпачка. Вам его будет достаточно на 25 стирок. Вы помните, да, что если стираете вместе с экосферами какие-то вещи, там слабо загрязненные вещи, если можно только экосферами, то есть если вещь уже загрязнена сильнее, вы добавляете это средство, вы помните, что при стирке экосферами можно не использовать даже ополаскиватели, да, то есть дополнительная экономия. Но опять же, не все вещи можно стирать экосферами. Деликатные какие-то вещи, шелковые, шерстяные и так далее, да, они при механическом контакте с экосферами могут просто повредиться. И вот здесь нам пригодятся вот такие средства, только они в чистом виде. Дозировку вы видите, да, она прописана. Если это ручная стирка, то минимальная дозировка на 5 литров воды тоже 25 мл. И максимум 50 мл, 50 мл максимум для стирки сильно загрязненных вещей хватит уже для ручной стирки на 5 литров воды. И ополаскиватель, если вы на руках стираете, ополаскиватель тоже можно использовать при ручной стирке. 40 мл на 5 литров воды. Друзья, если есть вопросы, пишите. Когда добавляете ополаскиватель, все те же правила, как и любой другой ополаскиватель, кондиционер. Все то же самое, то есть в конце, в самую последнюю очередь добавляется ополаскиватель. Светлана, для детских вещей не только подходит, а прекрасно подходит. Я даже рекомендую для детских вещей. Почему? Потому что для детских вещей нужно использовать безопасные экологичные средства для стирки. Чем лучше отстирать белье младенца? Отстирать, если именно, да, вы смотрите сами, сколько там пятен, насколько оно сильно загрязнено. Но нашими экологичными средствами, всеми, всей линейкой можно пользоваться для детей. Да, вот Людмила пишет, что если у вас машинка в 3 кг, то одного флакона такого хватит почти на 70 стирок. Цвет ткани не восстанавливает. Смотрите, что я хочу сказать. Цвет ткани освежить цветной, восстановить, да, что называется, могут экосферы. За счет чего? За счет того, что они, все, я поняла ваш вопрос, да, экосферы, они разрушают налет солевых пленок, который остается на волокнах ткани в результате стирки стиральными порошками синтетическими. Почему, да, потому что стиральные синтетические порошки, они вступают в реакцию с солями жесткой воды, и сами по себе содержат много химических веществ, которые, вы знаете, не выполаскиваются даже там после 10-15 полосканий из ткани. И вот эта химия, если говорить грубо, да, на пальцах, она остается на ткани, как бы обволакивая ее волокна, содержит химический налет. При стирке экологичными средствами, экосферами, вот этими средствами, этот налет растворяется. И за счет этого ткань может стать, ну, более яркой, да, потому что нет вот этого налета, который серость мог ей придавать. Вот. Окрашивающих веществ, каких-то красителей, которые могли бы, как вы пишете, восстановить цвет, сделать его более ярким, никакой химии окрашивающей наши средства для стирки, конечно же, не содержит. То есть цвет может становиться ярче за счет растворения солевых пленок. Но специальных красителей, которые способны были бы восстанавливать, то есть сделать более ярким цвет цветной ткани, такого, конечно же, такой химии, конечно, не содержит.